Всем привет! Интригующие новости для поклонников Игры Престолов. Спустя полтора года после финала первого сезона, сериал Дом Дракона наконец-то порадовал первым полноценным промо сезона номер 2. Причем нам показали не один, а даже сразу два трейлера будущего сезона и, что хочется сказать, Игра Престолов вернулась. Уж простите за пафосную и, может быть, немного избитую формулировку, но это именно так. В том плане, что все-таки первый сезон Дома Дракона, несмотря на то, что он был неплох и получил отличные отзывы, все же, согласитесь, не дотягивал именно до старых Добрых Престолов в лучшие их времена. Слишком много там было затягивания, не хватало накала и так далее. Теперь же, судя по трейлерам, эта проблема отпала окончательно, так что предлагаю окунуться в захватывающий мир гражданской войны Таргариенов, глянуть, что нам показали в промо, разобрать все детали и нюансы, короче, смотрите до конца, это точно будет интересно. Итак, как мы узнали из выпущенных промо, премьера второго сезона Дома Дракона состоится 16 июня. И хотя в новых эпизодах, очевидно, будет много Алисента и Рейниры, что радует, что кроме них нам покажут также и более широкий мир Вестероса, чем это было в сезоне номер один. Напомню, что закончился он как раз таки с самим началом гражданской войны Таргариенов, известной как Танец Дракона. Тогда Зеленые, возглавляемые королем Эйгоном II и его матерью Алисентой Хайтауэр, должны были столкнуться с Черными, которых возглавляет королева Рейнира и ее дядя-муж Даймон. Собственно, как раз таки для каждой из этих фракций HBO выпустили свой трейлер второго сезона, таким образом, как бы показав взгляд на события каждой из сторон. Итак, давайте начнем с так называемого Черного трейлера, который демонстрирует нам сторону Рейниры. Собственно, в самом его начале мы слышим слова за кадром, мы сражаемся за нашу королеву, тут без комментариев и так все понятно. Ну а дальше мы видим непосредственно Рейниру, которая на фоне огненного прощания со своим сыном объясняет свои притязания на трон тем, что отец выбрал ее наследницей и не менял это мнение до своей смерти. Что в целом правда, так что по словам Королевы Черных, которые она адресует союзникам, среди них, кстати, новые персонажи, в том числе Валерийской Крови, она хочет вести эту войну и собирается в ней победить. При этом мы видим, что новый сезон явно смотрится более динамично, ну и, конечно, в нем будет куда больше драконов. Это, собственно, то, что нам обещали еще ранее, что HBO и авторы сериала не пожалели денег на огнедышащих гигантов, и что они в сезоне номер 2 устроят зрителям, то есть нам с вами, какое-то невиданное зрелище. Во что, кстати, можно поверить, все-таки во время Игры Престолов мы с вами не видели более трех драконов одновременно, тогда как в спин-оффе их может запросто быть сразу более десятка. Понятно, что самый эпик нам в трейлерах все же не проспойлерят, но уже и без этого понятно, что драконов будет реально много и тут не экономили, что, конечно, радует. А что еще радует, так это возможность сэкономить самим, я имею в виду уже не в сериале, а в реальной жизни. Ну, например, на покупке техники, ведь все мы видим, что творится с ценами и как они просто взлетают до небес покруче любых драконов. Но, спокойно, вам не обязательно тратить тысячи баксов, скажем, на новый айфон, ведь на Крэйзи Бокс его и любую другую технику можно забрать за копейки. На данный момент это лучший онлайн-магазин сюрприз-коробок, где абсолютно каждый может выиграть что-то ценное, начиная от наушников и пауэрбанков и заканчивая айфонами, приставками и игровыми ПК. Например, если давно мечтаешь о каких-то компьютерных девайсах, можешь открыть игровую коробку. А если хочешь получить приставку, открывай коробку с консолями. Но самая популярная тут коробка смартфонов, с которой можно получить абсолютно любой телефон. Это может быть Samsung, Xiaomi или Honor за 10 тысяч, а если повезет, то и новенький последний айфон. Выигранный приз заказывай себе домой, либо продавай сайту и взамен получай за него деньги. Но если не знаешь с чего начать, то открывай бесплатную коробку. Айфон с нее вряд ли выпадет, но что-то интересное точно получишь. Итого, если повезет, то потраченных пару сотен могут легко превратиться в новый гаджет или крутой смартфон. А если хочешь, чтобы призов было в два раза больше, веди мой промокод при пополнении и получишь удвоенный баланс. Ссылка на сайт и промокод в описании. Так вот, вернемся к нашему черному трейлеру. Как мы можем судить, теперь партия черных будет гораздо более серьезна, чем ранее разбросана по семи королевствам. В том смысле, что если в первом сезоне почти все происходило в Королевской Гавани, за исключением отдельных эпизодов, то сейчас, напротив, география событий охватывает весь Вестерос. Например, Дэймон отправляется в речные земли, и в частности, некоторые кадры в трейлере показывают его в Харренхолле. Очевидно, что Дэймон имеет опыт войны, и его дракон Каракис также видел много сражений, поэтому вполне логично, что он будет присутствовать на полях битв, а перед этим пытаться собрать новых сторонников. Что же касается первенца Рейниры Принца, Джекериса Вилариана, то мы впервые видим его с Криганом Старком, лордом Винтерфелла. Дело в том, что хотя некоторые из лордов Семи Королевств забыли свои клятвы, данные Рейнире, ну или данные их отцами, о чем мы как раз таки слышим в трейлере, при этом любой фанат Игры Престолов знает, что слово Старка означает больше, и они придерживаются своих обещаний. Так что новый трейлер показывает нам с вами очевидно одно из самых знаковых мест Игры Престолов в Великую Стену, плюс, конечно, зрителям, которые в последний раз видели замок Старков почти 5 лет назад, будет интересно снова вернуться в Винтерфелл, на что мы надеемся, да еще и на несколько сотен лет до основных событий Игры Престолов. Что же касается других сторонников, то несомненно самым верным союзником Рейниры на протяжении первого сезона Дома Дракона был Дом Вилариан. Теперь же черный трейлер второго сезона проясняет то, что Виларианы не поколеблются в своей поддержке Рейниры, о чем свидетельствует Корлис, умоляющий будущую королеву раздавить этого зверя в его логове. Он говорит при этом о Хайтауэрах, которые очевидно играют ключевую роль во фракции Зеленых, а что еще примечательно, что в промо нам мельком показывают Гвайна Хайтауэра, который в книгах становится заместителем командира городской стражи Королевской Гавани, и судя по его виду, столицу Семи Королевств ждет серьезная битва. А вот, так сказать, голос разума в промо представлен в образе тети Рейниры принцессы Рейни Старгариен. Еще в первом сезоне ее часто изображали человеком, желающим по возможности избежать войны. Эта черта, видимо, сохранится и во втором сезоне Дома Дракона, где трейлер Черных заканчивается словами предупреждения Рейнис в адрес Рейниры. Принимая тяжелое положение Королевы, Рейнис предупреждает свою племянницу, что когда желание убивать и сжигать возьмет верх и разум забудется, вы даже не вспомните, что вообще начало войну. Хотя при этом и тетя Королевы Черных не погнушается, когда надо вступить в бой, судя по всему. В общем, ладно, давайте от черного переходить к зеленому трейлеру. Кстати, сразу же после выхода оба промо были тут же загружены в нашу телегу, так что кто хочет получать все киношные новинки в одном флаконе и максимально быстро, жмите прямо сейчас и присоединяйтесь. Что же касается трейлера зеленых, то есть Алисенты и ее союзников, в промо нам с самого начала старается показать, так скажем, ее взгляд на события. По словам вдовы короля Визайриса, на смертном адре ее супруг понял, что королевство никогда не примет Рейниру, так что он хотел, чтобы наследником стал их общий сын Эйгон II. Что же, несмотря на вроде как убедительность слов Алисенты, если вдуматься, то никаких весомых подтверждений она все-таки не приводит, скорее просто пытаясь узурпировать власть для своего незрелого сынка и пользуясь тем, что лорды в самом деле не слишком охотно принимают королеву Рейниру. Что же при этом, зеленый трейлер явно дает нам понять, что черные и в первую очередь Рейнира будут мстить за смерть принца Люсериса. И хотя в конце прошлого сезона все было обставлено так, будто Эймонд сам был в шоке от произошедшего, этого уже не изменить. Кстати, Отто Хайтауэр говорит в промо, мол их интересует не судьба королевства, а месть, обращаясь к черным, так это или нет неизвестно, но месть уж точно будет присутствовать и кадры изнанки королевской гавани явно намекают на события, которые условно можно назвать кровью и сыром. Не буду сейчас спойлерить, скажу лишь, что месть Рейниры очень многими может быть воспринято как нечто, что отвернет от королевы черных, но об этом в деталях как-нибудь потом. Сейчас же можно явно сказать, что фракция зеленых готовится к суровой войне и непосредственно к атаке на столицу. Тут-то мы видим одного из близнецов, а также печально известные скорпионы, знакомые еще по игре престолов, как главное оружие против дракона. А еще, что можно сказать по зеленому трейлеру, их новоиспеченный король Эйгон II явно получит теперь куда больше экранного времени, чем в первом сезоне. Эйгон сейчас не просто пытается укрепить свой трон, объявив войну Рейнире, но и пытается поддержать тех, кто им уверен, одновременно делая себя еще более опасным для своих врагов. В промо его показывают таким циничным мерзавцем, что, наверное, хорошо для данного персонажа и общей картины сезона. Ну и, конечно, его братец Эймон Таргариен, как и ранее, хорош, в плане того, что, как по мне, это, пожалуй, самый харизматичный персонаж зеленых, который не стремится сесть на трон, но играет свою игру и в первую очередь просто упивается самим процессом. Например, принц говорит Сиру Кристену Колю, который как-то вот вообще не стареет, что он весьма не прочь встретиться со своим дядей Дэймоном, который, в свою очередь, крутейший персонаж из фракции Черных, так что, конечно, их схватка обещает стать чем-то просто невероятным, особенно учитывая то, какие драконы у каждого из наездников. А еще из интересного мы видим возвращение Дома Баратеонов в большую игру, поскольку Старки, по-видимому, вступают в союз с Рейнирой, вполне возможно, что Баратеоны присоединятся к Королю Эйгону Второму. Плюс участие большего количества великих домов во втором сезоне Дома Дракона, конечно, дает нам, как зрителям, обоснованные надежды на очень интересные хитросплетения сюжета. Да и вообще, чтобы прям не спойлерить уж слишком много, если, так скажем, обобщить, то, разумеется, что один, что второй трейлеры смотрятся, как по мне, максимально эффектно. Это уже тот случай, когда налаживается правильный баланс между сюжетом, экшеном, визуалом и отличной актерской игрой. Так что лично я в большом предвкушении от второго сезона. К тому же выйдет он относительно скоро, в середине июня. Как по мне, есть солидный шанс, что мы с вами увидим такие что-то соизмеримое с Игрой Престолов в ее лучшие годы. Единственный небольшой минус, что тут мы уже точно знаем наперед, чем все закончится, но это минус действительно небольшой, ведь Дом Дракона это тот случай, когда процесс важнее результата. Что скажете? Можете писать свое мнение и свои впечатления в комментариях, также обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Ну и конечно переходите в нашу телегу. Спасибо всем за просмотр и всем пока!